Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стих. Но я начну читать немножко раньше, в синодальном переводе, чтобы было понятно, о чем у нас идет речь. С 15 стиха, так вот, длинный тут отрывок. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами. Иродиане – это сторонники царя Ирода, которые с фарисеями не очень ладили, но уж раз пошло такое, то у них общий враг Иисус, и им нетрудно договориться. С иродианами говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божьи учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». То есть, для начала такая лесть, то есть, вот ты нам скажешь всю правду, и так, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Опять-таки, почему это уловка? Потому что народ никогда налоги платить не любит, и тогда тоже не любил. А главное, что налоги платили кесарю римскому императору, и он правитель, угнетатель, он оккупант для израильтян, поэтому платить ему – это значит сотрудничать с оккупантами. Если Иисус скажет, да, конечно, надо платить, то народ от него отвернется. Если он скажет, платить нельзя, римские власти могут его арестовать и казнить за мятеж. Ну и дальше знаменитая сцена. «Но Иисус, видя лукавство, их сказал, что искушаете меня лицемера, покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. А действительно, один динарий в год. Динарий – это такая монета, которую обычно оплачивался трудноемного рабочего за один рабочий день. В общем-то, немного, да, заплатить за целый год цену одного рабочего дня, даже для совсем простого человека. Не разорительное подать. И говорит им, чье это изображение и надписи, говорят ему Кесарева. Тогда говорит им, и так отдавайте Кесареву Кесареву, а Божию – Богу. Вот это Кесарево Кесарево. Как по-разному эти места эти слова толкуют. Ну, абсолютная лояльность любой власти, например, да. Необходимо сплатить налоги напрямую, а именно это имеется в виду. Потому что, если мы посмотрим на этот самый динарий, то там изображение римского императора, еще и надпись, что он «Диус Августус и Понтифекс Максимус», что для верующего иудея уже скандально. Он божественный Август, божественный, человека называют божеством. И он верховный жрец. Понтифекс Максимус – это верховный жрец, и сегодня это титул римских пап, тогда это официальный титул римского императора. Поэтому, конечно, любой фарисей должен просто вот бежать со всех ног, чтобы только избавиться от этой монеты как можно скорее. На ней совершенно непозволительные для него изображения и надписи. «Избавьтесь от этого, срочно ему отдайте». Это его пусть он себя забирает. А звучит немножко юмористически. Но где здесь граница? Кесарев и Кесарева. На Кесаревом написано «это Кесаря». Да, ну как иногда пишут на чьей-то собственности, на книгах там «Акслибрисы» делают. Да, это такого-то. Отдайте ему его. Понятно, что все Динарию и Кесареву не отдашь, иначе сам без денег останешься. Были, конечно, деньги не только римской чеканки, была местная чеканка во многих местах. И, в общем, Динария или Драхма, потому что Драхма – это греческое название монеты примерно того же номинала и того же веса, 3-4 грамма серебра, тоже широко употреблялось. И храмовую подать как раз в 2 Динария, в 2 Драхмы нельзя было платить такими нечестивыми деньгами. Надо было брать какую-то особенную либо храмовую монету, либо, по крайней мере, неримскую, примерно того же веса и номинала. То есть идет речь просто «отдавай 2 Динария Кесареву», один Динарий, простите, Кесареву, а 2 Драхмы, то есть в 2 раза больше Богу, на храм, как подходили к Петру и спрашивали, даст ли Иисус Дидрахму, 2 Драхмы на храмовую подать. Ну, а почему не отдать? Это довольно необременительный налог. Раньше налоговое бремя было совсем небольшим, но и социальных обязательств у государства практически не было. Но обычно это воспринимают как некое большее указание. Вы знаете, мне кажется, что здесь смыслов можно вывести много, но главный смысл даже не в том, что надо разделять светскую власть и духовный авторитет, да, что нельзя, допустим, обманывать государство. Слушайте, но бывают такие ситуации, когда, в общем, заплатить Динарии просто невозможно, или когда он идёт явно не на те дела, на которые ты готов его отдавать. И тут возникает очень серьёзный нравственный вопрос, как поступать, да. Я сейчас не готов его разбирать, но мне кажется, это разговор про то, что царство Кесаря, оно ограничено временем и пространством. Царства Бога нет. Что, в общем-то, Иисус им говорит, Кесарю вы отдайте этот Динарий, он от вас его требует, отдайте, пусть не будет никаких проблем, конфликтов, тем более, что Динарий с его надписью, с его изображением, и для вас он абсолютно нечестивая вещь, вы его в руки-то боитесь, наверное, взять, чтобы не оскверниться. Немножко здесь есть юмор, потому что, ну, кто же не любит, чтобы деньги в руках были. Вот Сторублевка, современная российская Сторублевка, на ней, между прочим, изображен голый мужчина. Так этот голый мужчина, мало того, что мужчина, он еще и бог Аполлон. Ну, вообще-то, он на фронтоне Большого театра стоит. Но присмотритесь к Сторублевке. Вот как вам брать в руки изображение голого мужчины, еще и стоящего на фронтоне храма искусства, но все равно храма языческого божества. Фу, какой кошмар, не будем брать Сторублевки, ни в коем случае, да. Или будем тщательно закрашивать этого Аполлона, прежде чем их в руки взять. Смешно, правда? Но если вы такие щепетильные, вот не берите Сторублевки. А мало ли, что там еще на остальных деньгах нарисовано, вдруг тоже что-то не очень хорошее. Но все, что касается государственной власти, оно ограничено определенным кругом понятий. А что богово? На чем мы видим надпись Божья? Нет, были такие вещи в Ветхом Завете, допустим, в облачении священника Иерусалимского храма, до этого с Кинией, когда там святыня Господня, это то, что написано на его головном уборе. Ну, понятно, что уж никто, наверное, этот головной убор не станет надевать просто так для удовольствия. Но тогда получается, что Божье – это все остальное. Что богово должны отдать все. Все динарии? Да нет, зачем они ему? Всю свою жизнь. И смотрите, это же все накануне распятия происходит. И, по сути дела, Христос не просто блестяще выходит из щекотливого положения. Вот ему предложили деликатный вопрос, а он сумел на него ответить так, чтобы как бы и не попасться на удочку и в то же время сказать что-то очень важное для всех, кто слушал. Нет, дело не только в этом. А это в конечном итоге накануне Голгофа. Как Христос отдал все Богу. А вот на Голгофе все и отдал. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok